Если хотите быть богатым, научитесь не только зарабатывать, но и быть экономным. Время – ткань, из которой состоит жизнь. Демократия – это правила поведения, о которых договорились между собой хорошо вооруженные джентльмены. Сегодня важно не быть правым, а иметь хорошего адвоката. Нельзя объяснить вкус соли тому, кто пробовал лишь сахар. Женщины обладают великим даром успокаивать и расслаблять мужчин. Верность, которую удается сохранить только ценой больших усилий, ничуть не лучше измены. Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь. Истинному самобичеванию подвергает себя лишь тот, кто никого об этом не оповещает. В противном случае, все облегчается тщеславием. Говорите только для того, чтобы следовать сказанному. Настоящие друзья, как алмазы, дорогие и редки. Ложные друзья, словно осенние листья, они повсюду. Воспоминания — это единственный рай, из которого нас не могут изгнать. Удовольствие — это цветок, который скоро завянет, а воспоминания — это запах цветка, который остается надолго. Воспоминания живут дольше, чем все остальное в жизни. Я долгие годы вспоминаю дерево в пору цветения, но не его плоды. Любовь — это главная цель, к которой должен стремиться человек. Если бы фактор конечности жизни лишал ее смысла, было бы неважно, когда настанет конец, в обозримом ли будущем или очень и очень скоро. Мы должны были бы признать, что время, когда всему придет конец, несущественно. Точно знаю, что чудеса бывают. Но случаются они лишь с теми, кто не теряет надежды. Ваша жизнь — это ваш роман. Начните же писать его первую главу прямо сейчас. Наполните свою книгу приключениями, любовью и счастьем. Проживите ту историю, которую сами для себя предназначите. Иногда мне говорят, нет-нет. Я не могу представить себя без рук и ног. Но сравнить страдания невозможно, да и не нужно. Что я могу сказать тому, чей близкий умирает от рака или чьи родители развелись? Я не пойму их боль. Человек, знающий во имя чего, может нести любое как. Достаточно одного тихого дождя, чтобы зазеленела трава. Так и наши надежды оживают от одной доброй мысли. Ничто не пахнет так отвратительно, как подпорченная праведность. Укрылся я в лесах, чтоб жизнь прожить не зря, понять, что не познал того, чему учил, чтоб не узнать, когда придет пора, что вовсе и не жил. Быть простым дело отнюдь нелегкое. Последовательность создает стиль, так же как постоянство создает силу. Человеческая речь подобно треснутому котлу, и когда нам хочется растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс. Цель жизни, добыча, сущность жизни, добыча, жизнь питается жизнью. Все живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон, этот говорил, ешь, или съедят тебя самого. Счастье, своенравное божество, что так часто обращается против своих самых горячих поклонников, поражает мудрых и благодетельствует глупцам, счастье, которого от века ищут люди, мечтая починить его своей воле. Вся беда в том, что из слов никогда нельзя узнать точно, для чего они сказаны. Слезы женские трогают, у мужчин они бывают настоящим растопленным свинцом. Потому что для женщины слезы бывают облегчением, для нас же пыткаю. Улыбки создают каналы для будущих слез. Прощания всегда должны быть внезапными. Бывают люди, растения, люди, звери, люди, боги. Веселье, это небо, под которым цветет все, кроме злобы. Легко польстить, труднее похвалить. Ведь раб не тот, кто стонет под кнутом, не тот отшельник, кто по воле неба живет в уединении глухом, и нищ не тот, кто просит корку хлеба. Но тот и раб, и нищ, и одинок, кто в жизни выбрал спутником порог. Всегда надменно красота. Да, но жестокость некрасива. Любовь, конечно, рай, но райский сад нередко ревность превращает в ад. Лишь тот, кто облег себя в броню лжи, нахальство и бесстыдство, не дрогнет перед судом своей совести. Жизнь ломает людей без шума, без криков, без слез, незаметно. Лучшее наслаждение, самая высокая радость жизни, чувствовать себя нужным и близким людям. Если ты возвращаешься в 9 вечера вместо семьи и он еще не позвонил в полицию, значит любовь уже кончилась. Некоторые мужчины смотрят на красивых женщин так, как будто следят за игрой в теннис или пинг-понг, с той лишь разницей, что вертят головами не справа налево, а снизу вверх, сверху вниз. Женщины делятся на две категории, рассеянные, которые вечно забывают на диване перчатки, и внимательные, которые одну перчатку обязательно приносят домой. Встать на путь диалога, гораздо более эффективно и разумно, чем пытаться доказывать, каким эгоистичным или отзывчивым может быть каждый. Время, которое разрушает крепости, обогащает стихи. Врагами человека могут быть только люди, люди той или иной земли, но не сама земля с ее светляками, звуками ее языка, садами, водами, закатами. Мы всегда готовы как услужить ближнему, так и подложить ему свинью, все зависит от обстоятельств. Сердце привыкает верить тому, что привыкают говорить уста. Странность является необходимым ингредиентом для красоты. О, как наш мир велик, при скудном свете лампы, как взором прошлого он бесконечно мал. Ненавидеть грешника — тяжелейший грех, ибо это значит ненавидеть Бога. Однако впадающий в него упивается своей высочайшей добродетелью. Знание — это дитя со всеми его открытиями, ибо едва узнав что-то новое, оно с радостными воплями и криками, несется по улицам, мудрость же долго хранит свои открытия, в глубоком и великом безмолвии. Любовь к уединению есть признак предрасположенности к знанию, само же знание достигается лишь тогда, когда неизменное ощущение уединенности не покидает нас ни среди толпы, ни на поле боя, ни в рыночной сутолоке. Весной даже сапог сапогу шепчет на ушко, что-то нежное. Соловей берет качеством, воробей — количеством. Интеллигентная женщина не повторяет сплетен. Она сочиняет их. Диплом о высшем образовании — корочка, которая свидетельствует о том, что у вас был шанс чему-нибудь научиться. Швыряться любовью нельзя, она слишком редко встречается в этом страшном мире. Взаимная любовь не гарантирует взаимопонимания. Суждения о людях никогда не бывают окончательными, они рождаются из итогов анализа, сразу же требующих пересмотра. Если хочешь выйти замуж или влюбиться по-настоящему поторапливайся, потом тебе никто не понравится. Если бы только я могла хоть раз посмеяться в сласть, это помогло бы больше, чем десяток этих шариков. Но смеяться мы тут почти разучились. Нам ничего не остается, как спокойно и стойко ждать, пока придет конец несчастьям. И все ждут — евреи, христиане, все народы, весь мир, а многие ждут смерти. Субтитры создавал DimaTorzok